У нас в студии заслуженный тренер Украины, России, тренер сборной команды России Владимир Камильзон. Владимир Наумович, здравствуйте. Добрый день. Турнир Сэмпельсбург-Ладистрофия постепенно подходит к своему завершению. Можно какие-то предварительные итоги, я думаю, что уже подводить? Это не турнир, это фантастика. Ничего подобного в стране, ни в Советском Союзе, ни в России подобных турниров не было. Мы не только гордимся тем, что нам удается красиво поработать, а мы счастливы, что мы пригласили и приняли приглашение практически все сильнейшие теннисисты мирового звучания. Они прямо с корабля на бал, часть из них приехал прямо из Австралии Open. Мы, конечно, хотели, чтобы играли два первых номера, но одна заболела, у нее обезвоживание после финала на Австралии Open было. Наша великая румынская спортсменка, первая ракета, попала сразу в больницу, очень извинялась, несколько раз сюда звонила. Но в Возняцке приехала, в полном здравии, прекрасно ее все встретили, прекрасно провела первую игру с нашей молодой Потаповой, ну просто с блеском. Но на второй нашей спортсменке, конечно, она споткнулась. Она, очевидно, думала, что с россиянами легко со всеми так играть, а здесь оказалось не так. Ну, та игра, по которой Касаткина прошла вперед, вы все сами видели и по телевизору, и много пресса писала. Поэтому я считаю, что турнир удался. Я думаю, что действительно беспрецедентный турнир с той точки зрения, что после турнира «Большого шлема», без этой недельной паузы, по сути, равных этого петербургскому турниру нет. Потому что на остальные турниры приезжает совершенно другой состав. Да. Дело в том, что мы три дня общались с президентом WTA, это Мировая профессиональная федерация, которую он руководит уже, по-моему, более двух десятков лет, со Стивом. И я должен сказать, что он все посмотрел, он не торопился, но когда он уезжал, он мне сказал, Владимир, я, говорит, столько лет руковожу мировым женским теннисом, все, что вы сделали в Санкт-Петербурге, такого я еще не видел. Я, говорит, вас поздравляю и очень сожалею, что нам не удалось отстоять итоговый турнир, о котором столько шло речи, где мы после Сингапура хотели в 2019 году провести. Он говорит, все спортсмены были за вас. Но экономическая ситуация помогла китайцам забрать этот турнир. Но я думаю, что и ваша Наталья Александровна, и вы, у вас есть какие-то новые идеи, и мы будем вас поддерживать во всем. Вот как раз-таки в продолжении того, что Петербург не получил итоговый турнир, теперь, наверное, нужно все-таки думать все равно о повышении статуса турнира. Состав беспрецедентный, но при этом уровень, чтобы еще больше в плане категории. Есть ли такие перспективы? Да, есть. Можно перевести 250-500, это раз. И второе, тут все зависит от сроков. Дело в том, что, видите, очень трудно перелететь из Австралии и тут же играть. Такая же история была в прошлом году с Венус, помните, да, Уильямс. И не все могут адаптироваться с 40-градусной жары, большого часового перелета и сразу начинать играть. Поэтому мы со Стивом много вели беседу над темой сроки подработать. Но, вы знаете, календарь, он твердый, он весь проплачен. И это не так найти такую неделю переноса, чтобы действительно игрокам было интересно. Но я думаю, что под давлением самих игроков, которые теперь уже без зазывания, без каких-то дополнительных финансовых затрат, сами готовы, хотят играть, конечно, вот мы над этими сроками будем работать. И он обещал мне, что они тоже над этим подумают. Если мы сроки сумеем подправить, то, конечно, на этот турнир будет просто ехать все те, кто особенно живут в Европе, безусловно. И мы будем иметь не пять человек из десятки и не пять человек из двадцатки, а мы будем иметь просто десятку и тот же самый итоговый турнир. Вас, как заслуженного тренера Украины и России, хочется спросить о теннисе, о уровне женского тенниса, даже, возможно, по сравнению с, оглядываясь десятилетия назад. Вот в чем сейчас теннис прибавил и какой он сейчас, женский теннис? Женский теннис, почему интереснее смотреть? Там нет этих подач 250 километров в час, как у мужчин. Понимаете, где там розыгрыш ненормальный, глаз человеческий не успевает посмотреть. Женский теннис интересен тем, он, конечно, по уровню... Сейчас вот два десятка женщин, они очень хорошо подготовлены физически. Но физика просто ненормальная какая-то. Когда разыгрываются матчбольные мячи и показывают на телеэкране, что от 20 до 40 ударов, представляете, сколько они пробегают. Это же уникально. И еще, если там жара, попробуйте устоять. Вот это очень сложно все. Но технически и физически сегодня они все подготовлены. Что мне не нравится? Два десятка спортсменов почти на одном уровне играют. Там нет вот такой вот звезды, которой бы хотелось дотянуться до неба. Понимаете, да? Я все-таки сторонник звездности вот этой. И они как бы все одинаковые. Посмотрите, они все меняют. Пять человек уже сменила итоговую должность первой ракетки мира. Вот эта нивелировка, одинаковость, она меня немножко смущает и меня не удовлетворяет. Я об этом много в прессе выступаю и говорю. Я думаю, что... Но конкуренция просто бешеная. Что на этой конкуренции кто-то проснется. Я думаю, что проснутся более молодые игроки. Младенович имеет все шансы. Наша Касаткина имеет. У нас там Вихлянцева наша интересная. Но я говорю, что там работа, подработка. Нашей подработки не хватает. Должна быть подработка более уникальная. Понимаете? Я знаю, что надо делать. Но работают с ними свои команды. Да. Вот если это будет другая подготовка, обязательно родится новая Шарапова. Обязательно в такой конкуренции, чтобы кто-то не выскочил и не поймал вот этот трон и не удержал его. Такого не может быть. Вот это очень интересно. Владимир Иванович, спасибо большое, что сегодня пришли к нам за такие исчерпывающие ответы. Мы желаем турниру, конечно, процветания, долгих лет и ждем следующего турнира с нетерпением. Спасибо. Я желаю, чтобы зритель, который заполнил зал сегодня, а завтра просто сюда нельзя будет попасть, получит огромное удовольствие. Спасибо. Спасибо зрителям. Красивого финала желания. Спасибо.